Дорогие друзья, выставка Клинок, выставочный стенд Ворсенского завода кованых ножей, ножи Седова Александра. Здрасте! Да, здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, что у вас тут представлено? Какие ножи нынче пользуются спросом больше всего? Ну, ножи все пользуются спросом. В основном спрос идет на порошковые стали, они здесь представлены. Это как С-390, М-390, Элмаксы, это К-340. Ну, а так и та же Х-12МФ и 95-я, как она была, ну, пользовалась спросом, но так и остается. 95-я. А вот складные в основном клинки из каких стали? По складным, так же, как и по фиксированным ножам, все то же самое. И порошок, и, если из новинок, это как раз вот Пиджика, модель Шершень. Тоже, кстати, вот эта вот моделька, она пользуется спросом. С чем она хороша? Здесь механизм. Открытие одной рукой, надежный замок идет, бэклок. Ну, так же, фиксирован для крепления на карман джинсов. Угу. А какой самый дорогой вот складничок, нож? Можете тебе показать? Из складных ножей это все ножи, у которых сталь идет домастил. Это вот порошковая сталь, нержавеющая дамаска. Нержавеющая дамаска. И вот почем такой клиночек? Ну, нож стоит складный. 54 тысячи. 54 тысячи, да? А вот если, например, с 95-й есть складники, то вот такой же, например, модель. Ну, в принципе, под заказ можем сделать любую сталь, поставишь, любое клинок. Ну, вот так вот, чтобы сравнить, например, вот этот 50 с чем? А, 54. 54. А вот такая же модель и с другой сталь есть здесь? Или это чисто один образец? Да нет, нет, нет. Именно эту же модель можно взять обычный дамаск, крутенный. Ага, и почем вот из обычного дамаска? 7,5. 7,5. То есть именно сталь домастила, она очень дорогая, да? Да, здесь идет, во-первых, сам клинок, карбон, пины. Из-за этого идет удорожание самого клинка. Ага, то есть тут еще типа пины есть красивые. А, значит, домастил он не ржавеет, да? А твердость какая у него? Ну, твердость уже за 60. А у дамаска 60? 60, также идет 62, только единственное тут отличие, это идет нержавеющий. А за этим ножом уже требуется уход, ну, уход элементарный, поработал, вытер носу. А из эксклюзивов что у вас имеется? Ну, это если брать последние, это тоже нож, здесь идет акрил, скриншоу, сталь идет также, порошковые, L-Max. И ножны идут растительного дубления, и тут чем характерно, рисунок переходит на ножны. А L-Max с креообработкой или без? А L-Max идет сейчас уже весь порошок, идет с креообработкой, идет закалка вакууме, и обязательно крео, крео идет в жидком азоте. В жидком азоте. А какой вот на данный момент вот из здесь представленных моделей у вас самый дорогой ножик? Ну, вот, скорее всего, вот эта модель. А он в красивых вот этих ножнах и с шкатулкой, да? Нет, шкатулку можете приобрести отдельно, стоимость ее 2,5 тысяч. Понятно. А вот эти вот, что это за модели? Здесь также представлены порошки, рукоять идет кап корневой, идет мамонт, здесь именно зуб залитый эбоксидной смолой. Стабилизированный, да? Стабилизированный, естественно, да, да, да. Палисандр, тоже, кстати, не из дешевых моделька. Здесь идет палисандр, здесь идет пин, также идет мамонт и сталь идет S390. А вот такой вопрос, а вот здесь вот насечки, это вот что за насечки такие? То есть это типа не в зеркало, а как-то типа сатин, что ли, да? Да, 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 да. Это идет, ну, во-первых, это не бликует, а во-вторых, сама отстоится сталь очень сложная, и в зеркало очень сложно отполировать. Ну, то есть она, какой смысл вот эта насечка вот эта имеет? Да в основном это как бы антиблик. Антиблик, да? Так, а что у вас еще новенького имеется? Представлено такого плана, тоже как бы эксклюзива, из дамасской стали, это гладиус. Здесь идет крученый дамаск, 1200 слоев. Четыре вида стали, это ХВГ, штамповая сталь, У10А, это высокоуглеродистая сталь, ШАХА-15, и Х12МФ добавляем для вязкости. Также сквозной монтаж, задняя часть выполнена также из дамаска. Рукоять, ножны из Венге. Венге. И это типа инкрустация такая, да? Да, 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 это идет инкрустация. Так, а здесь, значит, у нас кухонные наборы. Представленные топоры, тяпки, мачете, заготовки. То есть можно взять заготовку и сделать самому рукоять? Ну, в принципе, если заходить, то можно. Спасибо большое за экскурсию. Придем к вам покупать ножи. Всего хорошего. Всего доброго, не прощаюсь. Рассказай что-нибудь. С таким я должен только с римлянами сражаться. Это Гладиус. Я ее делаю. Вот такой он получается. Да, 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 изначально это идет клинок. Сюда насаживается навешивание. И задняя часть, она как гайка накручена. Все бокситной смолой пролито, все надежно, все проще. Спасибо.